Приветствую вас, дорогие зрители, у микрофона Григорий. Приглашаю вас посмотреть вместе со мной превью игры 7 Days to Die Alpha 16. А разработчики нам сегодня покажут седьмую неделю. Давайте начинать. Приветствую всех. Это Джоэл из FunPims. И я собираюсь попробовать починить старый дом и немножко его декорировать. Это должно быть весело. Займёт у нас несколько минут. И похоже, что мы закрыты. А, нет, открыты. Надо же. Так, я должен очистить свой жёсткий диск, чтобы лучше работала игра. Так, хорошо. Давайте немножко попробуем починить здесь кое-что в доме. Я использую молоток как средство покраски. И давайте вернёмся чуть позже. Посмотрим на результат. Итак, я вернулся. Я здесь немножко безобразничал с инструментом покраски. Так, здесь несколько багов мы видим. Я преобразовал разрушенный и угрюмый дом, который мы построили ещё в 15-й Альфе. Как вы видите, здесь нет никаких особенных блоков ни внутри, ни снаружи. Я для этого использовал всего несколько деревянных блоков, чтобы заделать несколько дыр и инструмент покраски. Чтобы всё здесь преобразовать и стены, и пол, и потолок. И всё теперь выглядит очень-очень здорово. Перекрытая крыша у нас. Такая асфальтовая какая-то черепица у него. Мы довольны этим нововведением. И теперь вы, конечно, можете спокойно чинить свои дома, преобразовывать их. Ну и, конечно же, это добавляет очередную ложку творчества в нашу игру. Будут большие, маленькие кисти. Так что вы видите, здесь основы вот этого нового дизайна. Смотрите, ещё скриншоты. Скоро будут большие изменения в нашей игре, связанные с этим. Теперь вы сможете изменять каждую текстуру. Здорово. Это очень здорово. Ладно. Итак, я не знаю, что я делаю, но это переключатель. Похоже, что я собираюсь сделать систему сигнализации. Поставим выключатель здесь, или здесь, может быть, на хорошее место. Тогда нам нужна энергия. Похоже, у нас здесь есть громкоговоритель. Давайте его поставим. Поставим этого приятеля. Давайте... Может быть, здесь, да. Давайте поставим теперь реле. Повороты от Unity. Немножко они плохо работают, но ничего. Потом это починится. Давайте пока поставим на землю. Так, и теперь у нас набор инструментов. Инструмент для работы с электричеством. С помощью этого мы соединяем реле с выключателем. С громкоговорителем. Так, соединили. Так, почему-то у нас здесь провод тоньше. Так, и теперь давайте поставим генератор, чтобы создать энергию нашей цепи. Так, где наш генератор? Так, давайте теперь... У нас есть и громкоговоритель, выключатель и реле. Давайте соединим. Теперь это все с генератором. Так, опять инструмент. И провода. Так, все. Теперь давайте добавим в генератор топливо. Заправим его. И включим. Так, теперь у нас пошла энергия. Видим красный свет на выключателе. То, что у нас есть энергия. Но режим выключен. Да. Так, подключили мы. И включаем. Да, и да. У нас заработало все. Отлично. Выключили. Итак, у нас система сигнализации. Это пока лампочка красная показывает, что у нас есть энергия. Зеленая горит, когда она включена. Ну и, соответственно, если мы отключим энергию, выключим генератор, то, естественно, у нас... А, все-таки она все равно горит красным. Это потому что что-то опять сломалось. В общем, потом это будет нормально все работать. Итак, не знаю. Давайте подумаем. Если мы... У нас есть несколько игроков. И кто-то порвет здесь... Попробуем... Подрезать эти провода. Странно. Не могу нажать. Что-то опять не работает у него. Давайте попробуем теперь нажимную панель. Попробуем. Давайте скажем... Так, куда бы поставить? Давайте мы решим поставить ее в временное место, где она будет находиться. Ну вот сюда, да. Сейчас она в виде люка. Заглушечка. Так, и подключим. Еще один генератор поставим здесь. Давайте с другого, не будем с того. Не могу разрезать провода, поэтому не знаю, что случилось. Это техническая демо, поэтому здесь может быть все что угодно. Так, давайте посмотрим, как нам подключить здесь энергию. Наш инструмент с проводами. О, есть. Почему-то не получается опять. Что-то случилось. Давайте попробуем тут поставить. Может быть тут уже работает. Давайте поставим громкоговоритель. Подключим теперь к генератору. Куда мой бензин пропал? Так, подключили к реле. Нормально. Так, от реле мы подключаем к нажимной панели и от нее подключаем громкоговоритель. Класс. Давайте наступим. И у нас срабатывает сигнал тревоги. Великолепно! Итак. А, может быть... Так, да. Все работает. Так же мы можем подключить, например, подъемный мост. Или свет можем включить. И ловушки, которые будут реагировать на это, если, например, зомби проходят у вас здесь. Множество вещей, которые вы сможете делать с помощью этого. Двери механические, двигающиеся части. Все что угодно вам сберет в голову. В будущем можно будет реализовать с помощью этого. Ну так. Так, давайте. Давайте. Идем дальше. Давайте заспауним зомби. Она должна активировать кнопку. Великолепно! Теперь вы знаете, что к вам кто-то идет. Это один из примеров. Заткнись, я говорю. Да, убирайся отсюда. У нас здесь дела. Так. Тем не менее, у нас большой потенциал тут. Мы все еще пока экспериментируем с технологией проводов, обрывами проводов. С количеством полигонов на них. И другими вещами, как работать с кривыми, из которых состоят эти провода. В общем, давайте дальше посмотрим, что у нас. Итак. Напоследок, у нас солнечная панабель. Посмотрите, как она хорошо отражает. Выглядит просто замечательно. Просто замечательно. Теперь мы сможем к ним также подключать с помощью набора инструментов провода. О, нет. Нет, я не могу подключить. Но технически мы сможем их соединять вместе. Можем улучшать, что будет давать гораздо больше энергии. И, в общем, сможем комбинировать их в различных схемах. В общем, вот так вот модель будет выглядеть. И еще я одну вещь хочу вам показать. Минуточку. Последняя, но не последняя. Так. Новая модель солдата-зомби. Очень страшная. Она еще пока не без рига. То есть она не двигается. Нет, скелета у нее. Ну, вот так вот будет выглядеть. Страшно. Действительно. Давайте сравним со стандартным солдатом-зомби из Yuma набора. С старой версией Yuma зомби. Так, где же она? Где же она? А, вот. Вот он. Да. Смотрите, видите, этот, насколько лучше, чем был. Что ж, на этом все. На этой неделе новости закончились. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите вопросы и ответы. С вами был Джоэл. Пока. Я также благодарю вас за внимание. Перевод подготовил для вас Григорий с канала GreenyPlay. Подписывайтесь и на мой канал. Также ставьте лайки. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok